Всем привет! Дядя Юр дает прогноз на матч 22 тура английской премьер-лиги Астон Вилла Лестер. Встречаются 11 и 14 команды АПЛ. Данный прогноз публикуется на спонсорском канале прогнозы Дяди Юр. В общем доступе появится после окончания матча. Смотрим как соперники отыграли матчи предыдущего тура. Астон Вилла на выезде обыграла Саут Гэмптон 1-0. Мячом больше владели гости, однако опасных моментов больше создали хозяева. И даже и забили два гола, которые судья не засчитал. Победный гол забил в концовке матча Уоткинс, точно пробив головой с близкого расстояния. Брайтон сыграл в ничью с Лестером 2-2. Чайки первыми забили гол. У Митомы получился классный удар. Мяч по высокой дуге залетел в дальнюю девятку ворот хозяев. Лестер к перерыву успел отыграться, а в середине второго тайма даже выйти вперед. Концовка матча осталась за гостями, которые своей активностью вымучили таки второй гол, что было вполне справедливо, поскольку чайки создали больше моментов голевых и в норме должны были даже этот матч выиграть. 28 января Лестер минимально обыграл на выезде скромный Уолселл в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Гости имели очень большое преимущество, которое долго не могли реализовать забитые голы. Не помог даже и пенальти, не забитый Телемансом. Победу Лисам принес суперудар Ихианача. Мяч по идеальной дуге лег точно за Шиворот Эвансу, который провел очень хороший матч. Смотрим, какой прогноз можно дать на исход матча. Общая статистика соперников в матчах АПЛ говорит о том, что Астон Вилла выиграла 3 матча из последних 4, Лестер без побед в последних 5 матчах, в которых команда Роджерса получила 4 баранки. В последних 10 матчах у Астон Виллы 4 победы, последние 2 матча Астон Вилла выиграла. У Лестер также 4 победы в последних 10 матчах, в двух последних играх Лисы не проигрывали. Дома Астон Вилла выступает очень прилично, 5 побед и 3 поражения. У Лестера на выезде 3 победы, которые были добыты одной серией. В этом сезоне Лестер ни разу не играл в ничью в выездных матчах. В Бирмингеме в очных встречах в этой паре, начиная с 2014 года, полный паритет по 2 победы при одной ничьей. Похоже, что Лестер сейчас немножко пошел на поправку. В строй вернулся Мэдисон, что усилит атакующий потенциал команды Роджерса. Астон Вилла в последних играх хоть и взяла 2 победы, но выглядела средненько. Особенно в игре с Лидцем, которую выиграли, а не Астон Вилла выиграла по большой удаче. При таких раскладах, ну логично взять вариант не проигрыша гостей. Тут в самый раз была бы ничья, должен же Лестер когда-то сыграть в ничью на выезде в этом сезоне. Тотал голов. Смотрим общую статистику соперников в матчах АПЛ и видим, что у Астон Вилла в этом сезоне прошли 2 очень длинные серии. Одна низовая, другая результативная, по окончании которой Астон Вилла сыграла 3 низовых матчей из 4. Лестер на старте сезона играл исключительно результативные матчи, но в последних 11 играх у Лис получилось больше низовых игр. В последних 10 матчах Астон Вилла играет поровну низовых и результативных матчей. У Лестера примерно такая же ситуация, но в последних 6 играх у Лис только одна результативная игра. Астон Вилла дома в начале сезона играла чаще низовые матчи, но в последних 5 домашних играх у команды только одна низовая игра. Лестер на выезде в начале сезона наоборот играл только результативно, но в последних 4 выездах было 3 низовых матча. В очных играх на велопарк чаще играются результативные матчи. Последние три игры были результативные. На эту игру дали равные шансы на тотал меньше больше и тут очень сложно определиться как сложится матч. Имеются доводы как в пользу низового матча, так и в пользу результативного. К самому пору определяться с вариантом при помощи подбрасывания монетки. И все же Дядь Юра наверное выберет сторону результативной игры. Почему? Поэтому нюанс заключается в том, что в последних трех турах АПЛ соотношение низовых и результативных игр 2-1. То есть наблюдается явный крен в сторону низовых матчей. Поэтому уже высока вероятность тура в котором будет сыграно много результативных игр. Обе забьют да нет. Смотрим общую статистику соперников в матчах АПЛ и видим что Астанвила играет примерно поровну нулевых и забивных матчей в этом сезоне. При этом Астанвила не играет очень длинных серий. Лестер играет более серийно. В последних 11 матчах у Лис было всего 2 забивные игры. В последних матчах Астанвила чуть чаще играла забивные игры. Лестер наоборот чаще играл нулевые матчи. Последние 4 домашние игры Астанвилы были забивными. У Лестера наоборот 4 с 5 последних матчей были нулевыми. В Бирмингеме команды играют исключительно забивные матчи. И тут как видим есть объективные предпосылки как для одного так и для другого варианта. Однако на забивной матч дали намного ниже коэффициент. Все же учитывая что Астанвила дома лишь в двух матчах не забивала, а Лестер на выезде только в одном. Похоже что 100% статистика очных игр в Бирмингеме на забивные матчи должна быть продолжена. Главы и удары. Смотрим общую статистику соперников в матчах АПЛ. Видим что Астанвила в этом сезоне не играет длинных серий. Максимум 2 матча. Лестер чуть чаще играет результативные матчи. Но в последних играх просматривается крен в низовую сторону. Дома Астанвила играет в основном по низам. Но последние 2 матча были результативными. У Лестера на выезде идет трехматчевая низовая серия. Это самая длинная низовая серия. Лист на выезде в этом сезоне. На поле Астанвила в очных матчах соперники чередуют результативные низовые матчи. С этой стороны логично ждать результативную игру. Как видим чуть больше доводов в пользу результативного матча. Астанвила в предыдущем домашнем матче не подала ни одного углового удара. Теперь можно ждать больше пятерки. Лестер на Виллопарк стабильно подает пятерку и больше. Желтые карточки. Смотрим общую статистику соперников в матчах АПЛ. Видим, что Астанвила в последних матчах играет результативные матчи чаще, но последняя игра была низовой. Лестер чаще играет низовые игры по желтым карточкам, но лишь однажды играл корректную серию из более чем двух матчей подряд. А предыдущие 2 матча у Лист были низовыми. Поэтому с этой стороны логично как бы ждать результативной игры. Дома Астанвила не играла длинных серий. Последние 2 матча Астанвилы дома были результативными, поэтому логично ждать низовой игры. У Лестера на выезде только 2 матча результативные. В очных матчах на поле Астанвилы последние 2 матча были корректными. Перед этим было 3 грубые игры. При таких раскладах здесь чуть больше шансов все же на низовую игру. Матч будет обслуживать Даррен Ингланд, который в последних 100 матчах показал 333 желтые карточки. По меркам АПЛ это достаточно либеральный арбитр. В последних 9 матчах Ингланд показал 29 грачечников при целых 2 десятых карточки за игру, что соответствует его средним значениям. Обращает на себя внимание тот факт, что в последних матчах этот арбитр строго чередует корректные грубые матчи. И на очереди стоит матч на 1-2 желтые карточки. Как видим в этой игре достаточно много предпосылок для малого количества желтых карточек. Подводим итог. Ожиданный вариант на этот матч победа гостей с фуры плюс полтора коэффициент 1.26. Оптимальный вариант обе забьют до коэффициента 1.76. Доходный вариант классическая ничья коэффициент 3.68. Как оно будет на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.